всем привет всем привет давай дремучих карпатских лесов нет сначала так раз два три всем привет из дремучих карпатских лесов все всем привет ребята сегодня мы будем делать обзор на вот это вот чудо даша расскажи что это такое это аддон к тэс from the loop который называется things from the flood который происходит в 90-х поэтому если вам интересно вот такая вот жижа и подростковые всякие тяготы ожидайте вот посмотрим на эту книгу так точно также поговорим про новости из мира настольных ролевых игр и просто с вами поболтаем расскажем какие планы у нашего канала и поотвечаем на ваши вопросы витя запускает окей да давай начнем с новостей дарья запускай новая официальная книга по dnd вместе с magic the gathering правильно которая по сеттингу скажем так под мальчиками я не знаю как правильно то есть древняя греция да красота эта книжка утекла в сеть точнее некоторые известия не она выйдет 19 мая и что ты вообще думаешь о древнегреческом сеттинге для dnd надо не надо что происходит по поводу того что она утекла случайно в сеть это очень прикольная штука один из редакторов я не помню какого именно в портала он случайно получил письмо от одного из интернет-магазинов о том что эта книга появится в продаже раньше срока потом это письмо потом это все быстренько потерли упоминание упоминание об этом пропали но письмо то осталось и в принципе если вы захотите вы можете по моему даже как-то найти через историю да и собственно сам сеттинг вот этот я тоже не знаю как он правильно читается террор террор террос террос я не помню как он читается это один из миров в космологии magic the gathering то есть у нас будет уже вторая книга по сеттинга magic the gathering первое у нас было про по равнике сейчас у нас вот этот террос или террос или или как-то так что касается сеттингов по древнюю грецию очень интересно потому что совсем недавно очень успешно кикстартер закончил один из больших проектов который мы диффиус будет издавать одиссея мы его не обозревали мы о нем говорили о нем говорили где-то два или три раза на горячих ролевых то есть один из самых крупных мне кажется таких строить party проектов под дэндженс и драгонс так что очень интересно на самом деле очень интересная богатая мне кажется почва во первых жанр он очень интересный но не очень сильно представлены то есть это как это мечи сандали на самом деле герои в принципе герои они же из мифологии все и пошли поэтому тут как бы грех и единственный вопрос почему почему так долго пришлось ждать чтобы днд появилась древнегреческий сайт и ну считай в мейнстриме как бы этот жанр вообще практически не представлен у нас ну по большому счету что можно вспомнить это разве что assassin's creed одиссея ну да да до этого тоже такое громкое что то что было то наверное 300 ну это одиссея она как бы пришла относительно недавно да ну и получается что жанр как бы интересен но в мейнстримовой культуре не очень представлен поэтому очень клёво очень интересно я на самом деле буду ждать с нетерпением посмотрим что там получится мне интересно что они там что там во первых очень много раз будет потому что сам этот сеттинг и вообще ну мтг они они богаты на всякие расы которых нет днд к примеру я подозреваю что большинство из них будет в виде противников но все равно очень интересно и там по моему на обложке была вот гидра и вот я не знаю мне кажется из всех противников вот я бы хотела с гидрой и с медузой подраться просто но это хорошо на самом деле обложка очень красивая обложка намного больше мне намного больше понравилась чем обложка берончиков окей да дальше дальше у нас кубикл 7 показали нам карту одного из регионов одно из стартовых миров в age of sigmar soulbound это настольная ролевая игра которая выйдет по age of sigmar вот кубиклов этот регион называется great порч и карту нарисовал джаред блондо один из наверно крутейших картографов современных и выглядит вполне классно вполне симпатично так что и они вообще очень много постят сейчас апдейтов по этой игре которая выйдет то есть они там рассматривают как будет выглядеть боевая система то же самое что происходило с вархаммером фэнтези фэнтези роллплей четвертым изданием они перед выходом игры постоянно скармливали такие детальки то есть а как боевка происходит а какие у нас характеристики будут а это а то а магия как выглядит и сейчас они делают то же самое с edge of sigmar soulbound ну посмотрим я я не являюсь сторонником edge of sigmar вообще как сеттинга как поворотов которые в сторону куда ушел вархаммер фэнтезийный но посмотрим посмотрим будем ждать и сама карта что касается стилистики я не знаю для меня она выглядит очень фэнтезийно перегружены куча маленьких вот этих деталей которые принципе симпатичные имеют место быть но я не знаю мне 2к 20 хочется что-то более эффектное ну это это знаешь это с другой стороны это вкусовщина и с другой стороны это еще и одна из мне кажется фишек вархаммера вархаммер как сеттинг сам по себе он такой знаешь гротесный перегруженный перегруженный маленькими рюшечками деталюшечками не бага фича да не бага фича так что для карт для edge of sigmar а вполне может и такой стиль он сгодится дальше что у нас сашку сашку вампайры вышла шестая книга по вампайр the masquerade пятая редакция fall of london как бы лондон лендон лендон и the capital of great britain хорошо да и над этой книгой кстати работали модифиус над предыдущими нет да нет предыдущими работали всякому не лень а то есть white wolf с парадоксами работали в свое время и оникс пэс уже начали выпускают книги тоже по пятой редакции это первая книга которую пишут непосредственно модифиус то есть это именно они производят эту книгу но пишет один из авторов этой книги это некто по имени мэттью докинс я думаю для многих фанатов world of darkness а и вампира в том числе это имя много о чем говорит этот человек под многим известен под никнеймом джентльмен геймер на ютубе где он под видом некого такого изысканного просвещенного старца сообщает тебе как молодому неонату все детали которые касаются всех хитросплетений перипетий которые происходят в мире тьмы и каково твое место в этой извечной борьбе между шабашем и комарили короче говоря мистер мистер докинс написал в принципе неплохую книгу она уже в пдф ки есть не на днях должна прийти хардкавер я смотрела превьюшки в сети и она забавная вниз и в ней появился вот такой легкий панк в плане оформления драность которая очень приятная и милое сердцу по крайней мере нашему потому что мы любим хэштег неправильный мир тьмы где вампиры не изящные не грациозные а засаленные небритые немытые ужасные и да 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 значит книга уже доступна на сайте модифисов за 35 фунтов можно приобрести да можно у них книжечку приобрести есть она в пдф к она мне мне честно говоря очень понравилось я ну то есть я понимаю что все что касается пятой редакции empire the masquerade это дичайший субъективизм кому-то либо нравится либо не нравится куча мнений существует но это именно книга я почитал и такой норм ну она реально она она интересная в ней очень много интересных деталей это по сути чтобы вы понимали это компания это по сути то есть расписан город расписанная экспозиция то есть какие есть фракции какие npc какие между ними отношения и что там происходит и вам как игрокам пред предлагается сыграть в эту кампанию fall of лондон падение лондона так хорошо дальше у нас новая она из таркана от визардов на этот раз это третье третья пачка сап классов которые когда которые к нам пришли первый сап класс это да под артифишера у нас появился оружейник не знаю как правильно назвать даже не оружейника короче армур я не знаю переведите сами доспех доспеш броне бронемастер короче я не вижу какое-то слово чуть чуть такое можно короче бронемастер в общем в чем фишка этого класса вы как артифизир артифизир артифайсер артифиш артифиш можете создать свой магический повер-армур магический силовой доспех. Бронник! Да, бронник. Спасибо. Бронники. Короче, бронники могут создавать магические паверармуры, которые обладают всяческими спецспособностями. Вы можете их кастомизировать в дальнейшем и разные спеки для них выбирать. То есть, будет один гардиан, который более такой драться кулаками, а второй инфильтратор, который больше такой, я такой лёвкий. Лёвкий. Это что за акцент? Лёвкий акцент. Короче, и кроме того, понятное дело, там куча фич, которыми можно кастомизировать этот доспех. И, в общем, довольно интересный такой подход, на самом деле. Я как-то посмотрел, даже забавно. Друид круга звёзд. Да, друид круга звёзд. Это звездочёты. Звездочёты. Это, на самом деле, я такая почитала. Interesting, потому что если обычный друид, он превращается в животных, то этот друид превращается в созвездие. Он, в принципе, очень тесно связан со всем этим звёздными млечными историями. Вот. И есть там, по-моему, что-то с какими-то тоже знамениями, картами. Я аж такая так, стоп, они наши стримы по ИНО смотрят. Какие знамения? Оно чуть-чуть по-другому работает. Суть в том, что каждое утро, если не ошибаюсь, твой друид-звездочёт может свериться с звёздами и прочитать знамения, которые ему там звёзды... Гороскоп на сегодня может прочитать. И там два эффекта всего есть у этих гороскопов. Ну, то есть какие-то маленькие бусты, которые может твой персонаж получить на этот день. Вот. Довольно интересный тоже сап-класс такой. Мне кажется, вот эта идея того, что он черпает силу из энергии звёзд, да, чего-то такого космического. Очень, ну, интересно и флэйворно для ДНД. Для тех, кто устал обниматься с деревьями и любить природу. Да, да, да. Можно любить звёзды. Ну, и дальше у нас... Фейский странник. Фейский странник. Это сап-класс для рейнджера. Я не знаю, как его правильно перевести, на самом деле. Фей. Фей. Кто он там? Забыл. Короче, фейский странник, назовём его. Фейский странник — это парень, который путешествует... Фейвайлд. Фейвайлд. Которая охраняет границы между фейвайлдом и материальными планами. Угу. Он знает тайные дорожки, может помочь вывести заблудившихся из фейвайлда, типа, в реальный мир и всё такое. Из особенностей, что мне запомнилось, у него очень много фишек связаны с психическим уроном. Угу. То есть он... Метка охотника, по-моему, ему... Она, она... даже это не метка охотника. Она не метка, она по-другому называется, и она вместо просто дополнительного урона наносит психический. Да, она наносит психический урон. И очень интересно, что если вы используете бой двумя оружиями, то есть dual wielding, и делаете атаку бонусным действием, делаете дополнительную атаку, то эту способность можно применять вместе с атакой. То есть она не требует отдельного действия на атаку. Ну, короче. Это удобно. Да. Ну и, понятное дело, у него всяческие штуки, связанные с защитой от очарования, и он сам может очаровывать всяких других людей. В общем, довольно интересный такой сап-класс. Но он не перекликается чем-то с Horizon Walker, да? Это, ну, сап-класс из этого, из Ксанатара, который тоже между мирами, да, может путешествовать. Ну, такое интересное развитие, скажем так. Что? Next news. Следующая новость. Это, конечно же, Baldur's Gate 3. Ларриан, товарищи наши любимые, выпустили, точнее, показали уже геймплей, а не выпустили. Ну, да, выпустили там очень далеко. И он вызвал достаточно большой резонанс. Опять же таки, люди разделились на два лагеря. Кто-то, о боже мой, нет, ужасно, кошмар, все, где мой миксер выдавит глаза. А другая половина, наоборот, то нет, а что-то хорошо, это нормально. Субъективно, ну, мое, например, мнение, визуально в плане окружения персонажей и того вообще, как выглядит сама графика в игре, мне это очень напоминает Dragon Age Inquisition. Я не знаю почему. В плане материалов, каких-то где-то шейдеров, я не говорю про блестящие лица, Саша. Намазанные салом, да. На самом деле это там баг был. Ну, я не знаю, короче. Вот. А ты что думаешь? Знаешь, это как притча о строителе мостов, на самом деле, вот этот баг. Короче, я когда увидел геймплей, у меня первое впечатление было, это смесь Divinity и Inquisition, это раз. Во-вторых, ну, понятное дело, что это альфа, бета, и оно там все через жопу сделано, очень все плохо, забаговано и все такое, ну, типа, черт с ним. Выглядит оно, на самом деле, ну, как бы, играется, вроде интересно, прикольно, мне понравилось, как они подают диалоговые опции, когда тебе... Это что-то среднее между подходом вот этого стандартного колесика, да, из современных RPG, в которых, типа, что-то не выбери, оно... Биоваровское колесо. Да, биоваровское колесо, и тем подходом, когда нам давали там реально целый просто блок текста, который скажет наш персонаж. Сейчас они сделали что-то среднее. То есть там прикольно от лица персонажа диалоговые опции из серии «Я призадумался, может быть, она действительно права». То есть они дают нам чуть больше контекста, но в то же время они не дают нам огромный, там, типа, кусок текста, который нужно читать. На самом деле что-то похожее было, я могу сейчас ошибаться, по-моему, в Dragon Age Origins, то есть там тоже были вот эти диалоговые опции, по-моему, там тоже такой же подход использовали, то есть не целую огромную реплику, а кусочек. И, кстати, вспоминая тот же первый Origins, мне вот интерфейс в этом третьем Baldur's Gate в плане графики показался тоже немножко недотянутым и устаревшим. То есть в общем и целом, мне кажется, если бы этот Baldur's Gate вышел в 15-м году или в 16-м, то есть это было бы вау, графика была бы вау, все, что там есть, было бы вау. Сейчас, мне кажется, в 2020-м хочется уже все получше, покруче. Ну, с другой стороны, может быть, это, знаешь, дань традициям, а может быть, с другой, еще с одной стороны, это просто лень, то есть у них есть уже наработанные какие-то схемы и как бы лень, типа, создавать что-то новое. Мне другое чуть-чуть, честно говоря, в этой игре насторожило, да, я не знаю, с одной стороны, ну, короче говоря, понятное дело, все в этой игре говорит о том, что это Dungeons & Dragons, когда мы делаем что-то, появляются кубики, которые катятся и говорят нам, какое число выпало, когда мы крадемся, у нас там тоже кубик, везде кубики, 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 и очень часто это, наоборот, сбивает, то есть если я хочу поиграть в настольную игру, я сяду за стол и я поиграю в настольную ролевую игру, если я взял компьютерную игру, я взял компьютерную игру по Dungeons & Dragons только для того, чтобы мне было проще и не нужно было отвлекаться на эти кубики, меня, честно говоря, как-то отвлекает и вырывает из игрового процесса, то есть мне кажется, суть компьютерной игры должна быть в том, что все эти вещи должны происходить где-то, то есть это как бэкэнд, оно должно происходить где-то по ту сторону и давайте мне только готовый результат, я хочу погрузиться в историю, не хочу отвлекаться ни на что, я хочу вот нарратив, стори-теллинг, играть, экшен, все. В худшем случае я хочу увидеть промах и сколько у меня хп упало. Ну, то есть как-то так, но я не знаю, меня это как-то больше отвлекает даже. То есть я помню там, ну, например, да, там в первом Never или в других играх, которые по D&D делались, где просто сбоку шли там расчеты где-то, ты видел лог расчетов и, ну, было понятно, что происходит. Этого достаточно, потому что тут как-то очень много внимания там уделяется и оно, ну, я не знаю, меня как-то немножечко смутило, что ли. И еще одна вещь очень странная, это то, что они сделали пошаговый бой, ну, в пошаговом бою ничего плохого нет, ну, это Dungeons & Dragons в конце концов, но с другой стороны, почему было не сделать как в старые добрые времена экшен-паузу? Экшен-пауза, мне кажется, это лучшее изобретение со времен, ну, не знаю, какая первая игра придумала экшен-паузу, но это просто отличное изобретение геймдизайна для компьютерных ролевых игр. И, ну, почему Neverwinter мог обходиться без пошагового режима и прекрасно при этом игрался? Ну, то есть, не знаю, в общем. Может быть, они, вот как раз-таки они хотели усилить этот экспириенс настольно-ролевых игр, для этого они добавили и кубики, и пошаговость, которая, ну, тут... Ну, я не знаю, я, честно говоря, как-то они... Знаешь, когда ты настолько хочешь сделать D&D из компьютерной игры, что компьютерная игра становится какой-то, типа, если бы я хотел поиграть в D&D, я бы поиграл в D&D, а не в компьютерную. Ну, короче, слишком много, слишком много говорим про Baldur's Gate, подождем, когда что-то из него там добудет нормально. Да, и на самом деле есть сейчас позитивная тенденция, пусть это будет, для примера, Sonic, если сообщество очень много дает фидбэка, то, в принципе, разрабы или, там, продюсеры, девелоперы, неважно, у них есть возможность что-то докрутить, подкрутить, исправить, и, ну, может быть, может быть, после вот этого вот такого релиза и после каких-то конструктивных отзывов от многих людей, может быть, они что-то исправят. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, еще раз, опять же, я ничего не имею против пошагового боя, но, ну, в конце концов, моя любимая игра – это Fallout 1 и 2, да, так что, ну, я обожаю пошаговый бой, но как-то все вкупе, оно, ну, не знаю, я, не знаю, мне от компьютерной игры хочется, ну, от современной компьютерной, компьютерной, компьютерной игры ролевой хочется более стримлайнового игрового процесса, ну, короче говоря, неважно, да. Все, поняли, приняли. Следующее. Вышел трейлер Tales from the Loop, сериал на Amazon Prime, который будет, я не помню, когда он будет. Витя, давай посмотрим его и обсудим. Так грустно. Я когда смотрел трейлер этот, мне стало стыдно за нашу игру. Я, я тебе, ну, и у меня тоже такое, кажется, мы играли в другую игру, но, я не знаю, я, я, я сейчас скажу, наверное, еще такую штуку. Для меня оно слишком, вот, меланхолично грустное, то есть я, я вижу и в работах вот эту атмосферность Саймона, Сталинхага, или, но мне, для меня все-таки 80-е и Tales from the Loop, несмотря, ну, на все вот это, хочется больше электронной музыки. То есть в крайнем случае я бы, наверное, на трейлер поставила New Order Elegio, чтобы был вайб более электронный у самого саунда, и, я не знаю, здесь очень, очень милые отношения, на самом деле, между родителями, детьми, все очень такое ламповое, классное, я, я в этом трейлере я не почувствовала опасность. Знаешь, я тебе скажу, почему, мне первое, чего не хватает в трейлере, это 80-х. Да, да, да. Я тебе скажу, почему они это... Потому что Stranger Things. Потому что был бы Stranger Things, да. Они, они, они избегают, я думаю, сознательно этого сравнения, из-за этого у них и пианинка, как бы. Да. Еще одна интересная деталь этого сериала в том, что он делается напрямую по артбукам Сталинхага, а не по настольно-ролевой игре, что немаловажно. То есть, они опираются именно на визуал и на арт самого художника в большей мере, чем на настольно-ролевую игру. Ну, и это заметно, потому что, в принципе, оно по большей части похоже на арты, и там эти же башни, которые прям очень классно отмоделились, сделали. Это, по-моему, один из первых кадров, который появляется. Да, ладно, давай быстренько по новостям пробежимся до конца и переходим к этой вот просте. Погнали, погнали, бежим. Короче, прикол в том, что, оказывается, судя по всему, Fantasy Flight Games не спешат с тем, чтобы прекращать выпускать настольно-ролевые игры, потому что только сегодня или там недавно они анонсировали выход еще двух книг по легенде Пяти Калиадз. И первая, да, первая из них называется Celestial Realms, вторая называется Will of Judgment. По классике это будет одна книга как Sourcebook, вторая книга маленькое приключение, которое привязано к Sourcebook. Сам Sourcebook, Celestial Realms, они нам расскажут, сама книга расскажет нам о духовной составляющей Рокугана и о сложной космологии всех вот миров, которые окружают мир смертных, то есть начиная от мира предков, да, королевства предков, где обитают твои предки, заканчивая королевством голодных мертвецов, которые где-то в аду, там Джигоку, это ад рокугановский, в котором там происходит всякая жесть, миры духов, королевства, ожидания и прочие вещи. И новый клан сороконожек. Да, это малый клан так называемый, и там еще будет интересная деталька, помимо дополнительных опций для персонажей, там добавят такую штуку, как каждому клану, каждого клана, ну, есть, будет свой, как это, ancestral sword, это типа меч предков, короче, какой-то легендарный меч клава, который там где-то, ну, а само приключение очень интересно, оно нам, оно рассказывает о погибших самураях, которые попадают в мир королевства ожидания, и оттуда они начинают свое путешествие по мирам, загробным мирам рокугана. Это прям супер. Да, они путешествуют там, пытаются раскрыть какие-то, знаешь, бюрократию загробного мира, сталкиваются со злыми они, потом они пытаются избавиться от какого-то злотворного влияния джигоку, этого ада, и так дальше, и так дальше, и, возможно, даже вернутся в мир живых. А-а-а, Сашку я хочу, я хочу в легенду пойти, конечно. Да, хорошо, дальше на Kickstarter у нас всего два маленьких проекта, первый называется... They Feed Fear, On Fear. Да, On Fear, да, то есть мы... Они питаются страхом. Да, мы играем монстрами, которых нам предлагается создать с нуля, рассказать, как мы выглядим и что мы делаем, и мы преследуем живых и кормимся их ужасами, страхом. Отличная игра. Обычно это делает мастер. Да, она в форме маленького буклета, всего за 20 канадских долларов можно приобрести это чудо. А вторая игра, ну это прям... Даша, рассказывай. Алехандро, о боже мой, я должна об этом рассказать, это Passion de la Passiones. Это настольная ролевая игра, которая имитирует мыльную оперу, причем какую-то южноамериканскую... Ну, мексиканскую, на самом деле, да. Мексиканскую, все, это... Колубийскую, мексиканскую, да. Короче, блин, я не знаю, кому из наших зрителей это может понадобиться, но если вам это понадобится, вы можете все эти любовные перипетии, кого потом застрелить, кто брат, кто близнец, кто потерялся. Вот если вам для чего-то нужна такая система, она есть. Более того, это игра по ПБТА, то есть все любители Powered by Apocalypse, возрадуйтесь, наконец-то мы сможем сыграть в то, что мы хотели сыграть, но никогда не могли. Настоящую мыльную оперу. Там даже архетипы персонажей классические для мыльных опер. То есть, к примеру, девушка, ну или персонаж, он как бы как девушка подается, но это может быть и парень, который, он бедный, простой, добрый, добродушный, и, знаешь, все пытаются его использовать, но он просто идет к своей мечте, и ты такой, просто Мария, типа, да. Потом, знаешь, классическая какая-то двоюродная сестра, которая где-то там постоянно прячется в темнях и летет интриги, да. Потом гордый наследник династии, короче, молодой и красивый и роскошный. И все такое. То есть, невероятно круто, ржачно. Я вполне уверен, что в это можно играть абсолютно серьезно. Да. Но еще более уверен, что в это можно, я просто представляю себе игру в духе, я всем рекомендую посмотреть, есть такое отличное кинопроизведение, я не помню, это то ли фильм, то ли мини-сериал, он называется The Spoils of Babylon. Да, Babylon, да. Это трофеи Вавилона, поищите прямо сейчас, ну после ролевых, конечно же, не прямо сейчас, поищите трофеи Вавилона. Я уверен, что в это можно сыграть. И тебе тоже советую. Скажи. Это офигенно, реально, это отличная пародия на мыльную опере, но она сделана просто вот так вот. Цукерочка. Да, хорошо, давай, все, Дарья, давай, бери книгу и рассказывай. Беру книгу, рассказываю. Значит так, Things from the Flood, это аддон у нас к Tales from the Loop, который сейчас локализирует студию. Как правильно это перевести? Штуки из наводнения? Существа из наводнения, я бы сказала. Давай, 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 давай мы как-то в чатик, пишите варианты, как перевести эту книгу. И не чатик, если вы на ютюбе нас попозже смотрите, тоже пишите свои варианты. Да, потому что потом все будут ходить недовольны, опять перевели как-то непонятно, дети и роботы, роботы и петли, лупы и дети. Короче, вообще непонятно. А тут мы можем сами, если сообщество придумает офигительный вариант, то переводчикам будет легче. Как мы назовем эту игру? Как бы ты назвала эту игру? Ну, мне существа из какого-то болотца. Существа из болотца? Существа из болотца, почему нет? Ну, из наводнения. Вот, значит, существа из наводнения. Сразу же хочу сказать такую штуку. Если вдруг у вас нету книги по Tales from the Loop, которая повествует нам о 80-х в Швеции, правильно? То вы можете, если вам больше нравятся 90-е, которые более трешовые и хардкорные, вы можете спокойно брать эту книгу, потому что здесь есть все те же, короче, правила, зачатки сеттинга и описание того, что было в принципе в Tales from the Loop. И чем эти две книги отличаются и чем мне... Настроение. Настроение. Если в Tales from the Loop это когда еще роботы и магнетронные подушки кажутся началом будущего, началом технического прогресса, то здесь все эти... у роботов и у всей техники начинается machine cancer. Машинный рак. Да, машинный рак. Технорак. Технорак. Я сейчас расскажу про него еще больше. И вот эти магнетронные подушки у Земли внезапно меняется полярность и уже они перестают просто работать и... Я придумал название. Очень мокрые дела. Очень мокрые дела. У-у-у, sounds interesting. Вот. Сейчас расскажу, кстати, раз уж мы говорим о мокром, о делах и о технораке. Откуда он появился? То есть петля... Их эксперименты дошли до такого, что они научились открывать порталы, и они открыли портал, одна из версий, что они открыли портал на какую-то планету 51, что-то там, Пегас-Б, и оттуда вместе с водой... Полезла жижа. Полезла жижа. И эта жижа, она затопила полностью часть этих маларионских островов, затопила подвалы и начала заражать технику, и она начала, короче, по всей Земле расползаться. И что эта штука делает? Она начинает... Видите, найдешь какую-то картинку с жижей? Она начинает внутри техники, в общем... Просачиваться. Просачиваться. Там, прорастать, и она превращается в какие-то тентакли, хребты, бионические кусочки, короче, очень жуткое и, ну, милое сердце зрелище, на самом деле. Очень рекомендую. Слушай, слушай, подожди, подожди, прежде чем ты продолжишь, скажи следующее. Эта книга, в ней есть все правила, чтобы взять или играть, или надо иметь Tales from the Loop? Нет, не нужно. Она по размеру точно такая же, как Tales from the Loop. Я понял, это просто отдельная игра, просто с другой атмосферой. Отдельная игра с другой атмосферой. И, кстати, в плане механики, если в Tales from the Loop у нас дети, по правилам дети не могут умереть, с детьми все по-любому будет хорошо. Ну, камон, это же дети. То есть здесь подростки от 14 до 19 лет, и эти дети могут умереть. И черт возьми, они могут пропасть, умереть, умереть прямо в госпитале, то есть там есть разные опции. И еще одна штука, которая мне понравилась, если в Tales from the Loop одним из элементов механики была Pride. Нет, ну да, удача пропадает, то есть у персонажа больше нет удачи для того, чтобы перебрасывать. Pride — это была гордость, гордость ребенка, то есть я самый умный в классе, и поэтому я сейчас решу эту задачу, и ты можешь это бесконечно использовать. То есть здесь вместо Pride появляются шейм, комплексы, ну, то есть внутренние комплексы, которые, наоборот, будут мешать персонажам. Короче, тинейджерский ангст всякий. Да, тинейджерский ангст просто. Вам нужен тинейджерский ангст? Да! Зум! Помимо этого, здесь появились... Там в Tales from the Loop были кондишнсы, то есть если вы играете, ну, вы проваливаете броски, вы получаете кондишнсы, то есть вы там можете быть уставший, там, что-то сломленный и всякое такое. Но здесь, помимо этого, вы получаете шрамы. Шрамы — это очень, на самом деле, забавная такая штука, то есть это может быть от того, что вы там слышите голоса, просто шрам, который рассекает вам лицо, или, может быть, это предательство лучшего друга, или то, что вас там бросил отец, неважно, то есть вот такого рода шрамы. И в чем прикол? Каждый раз, когда вы можете умереть, вы должны прокинуть, и чем больше у вас шрамов, тем выше вам надо прокинуть. То есть если у тебя шесть шрамов, все, you're dead. То есть можно сказать, что атмосфера игры, сама игра стали, не только атмосфера, но и сама игра, и механика поддерживает то, что игра стала куда более мрачной и жесткой. Да, и, кстати, по поводу мрачности и жесткости, на самом деле, думаю, это то, и фанатам... Извини, если Tales from the Loop были Аббой, то Thanks from the Fud — это Нирвана, когда Курт Кобейн уже полностью, типа, плотно сидел. Да, да, это даже перед тем, как shit goes down. Я понял, окей. Вот, и еще одна интересная штука для тех, кто, может быть, хотел бы... Кто любит адаптировать сеттинги, и это то, от чего я прям супер загорелась, это здесь, в России, в распавшемся Советском Союзе, где-то на Урале началось восстание роботов военных, которые там, по-моему, в СССР, да, то есть по этой книге, было самое большое количество военных роботов вообще в мире, и когда оно распалось, все максимально нахватали роботов, и часть роботов, которые, ну, смогли как бы сбежать, они сбились в кучу и восстали против людей. Их, по-моему, разбомбили в итоге бомбой или чем-то таким, но те, которые остались, они, по-моему, большой театр, там, терроризировали, взрывали, еще что-то такое, ты такой сидишь, считаешь, е-мое, и прям суперкруто. И, Витя, покажи какие-то картинки, где там роботы, которые одеты как-то, вот, да. Слушай, то есть получается, тут больше информации по сеттингу вообще в глобальном плане, чем в Tales from the Loop, потому что Tales from the Loop нам давали информацию про Швецию, про Штаты, про Болдер, да, и, по сути, больше не про что. Нет, там, на самом деле... Ну, там было, ну, там, как бы, такое, типа, понемножечку было, да? Ну, там не то, что понемножечку, там просто общие факты, которые, они не настолько острые, не настолько запоминающиеся. А тут? А здесь просто все эти факты, которые там были, они здесь воспалены, они здесь обострились, они здесь пошли просто по женской линии. Я понял, окей, хорошо. Ну, блин, классно, на самом деле. Вот, мне интересно, вот, блин, в игровом плане, да, в игровом плане, насколько оно будет за столом реально отличаться, эта игра по атмосфере? Я думаю, ты его знаешь, потому что я очень хочу это поводить после того, как я отвожу вашу маленькую компанию. Да, окей, окей, хорошо. Ну, оно просто очень-очень-очень-очень классное, вот. Вот, и точно так же, значит, так, для тех, кто не знает, какой был контент в Tales from the Loop книги, расскажу, что здесь. Здесь у нас сначала идет описание сеттинга, чтобы вы понимали мир вилупа в... мир петли. Мир петли в Швеции, потом есть мир петли в Неваде, Балдер-Сити, и есть описание, как вы можете сделать свой мир. Потом у нас есть разные... О, кстати, потом создание персонажа, обожаю создание персонажа в этих книгах, оно очень легкое, интересное, чуть ли не как тестики в каком-то журнале Лиза. Проходишь, и ты становишься каким-то задротом, и здесь появилось очень много интересных, прикольных классов. О, кстати, архетипы какие тут, например? Да, архетипы, боже. Лоун Вульф, например, Одинокий Волк. Ну, это классика подростковая, конечно. Потом, вот, Стрит Кид. Ой, бумага стала круче. Да, бумага, и вот эта прорезиненная, кстати. Как в Чужом. Да, да, да. А бумага, она не глянцевая, ну, то есть она такая матовая, приятная, приятная. И она не белая такая, яблёная, а кремовая такая. Да, кремовая. Она больше, как в старых книгах. Да, здесь, в общем, Стрит Кид, Сноб, Искатель Сикер, Рокер, Парти Анимал, Рейвер. Офигенно, Рейвер и Парти Анимал. Лоун Вульф, Моторхед, Хакер, Качок и всё. То есть книжный червь и... Как его звали? Книжный червь и компьютер гиг переросли в хакера, грубо говоря. То есть здесь очень много интересных всяких таких нюансов, которые именно касаются 90-х, и это очень подкупает. И следующее, что там происходит? Ты хочешь лапать бумагу? Нет, я увидел шейм для качка. Да, какой шейм? Я не уверен в своей ориентации. Мои родители потеряли свою работу. А, кстати, если вы думаете, ещё одна штука этого сеттинга в том, что в прошлом сеттинге ваши родители просто были... У них всё было более-менее окей, они от вас просто были отстранёнными, то в этом сеттинге у ваших родителей, скорее всего, депрессия, они их уволили с работы, они сидят на чём-то ужасном. То есть это прям очень мрачный мир. И если раньше вечером вы могли от друга поехать на велосипеде спокойно, то сейчас это опасно. Слушай, то есть получается, оно, я так понял, по атмосфере, оно стало куда больше не очень странные дела, а стало скорее вот это европейское, североевропейские какие-то фильмы или сериалы о подростках, которые такие... Скинс, что-то такое. Оно такое стало именно, типа, подноготное, подноготное, короче, да, вот это, типа, спокойной жизни в маленьких городках. И здесь прямо в книге пишут, что если раньше какой-то конфликт, ну, внутри страны ощущался, вот, мы воюем там против СССР или против Америки или против чего-то, то сейчас враг внутри, то есть общество внутри, оно враждебно, то есть зарождаются тоже какие-то неонацистские даже штуки. Здесь про все это написано, и ты сидишь такой, думаешь, ё-моё, вот это мрачина, вот это я хочу такое поводить. Вот, и помимо того, что здесь как бы есть сами тинейджеры, здесь есть описание того, как trouble, так называется, encounter, которые происходят, mystery, это приключения, которые происходят, и здесь есть mystery landscape, как описывать, в принципе. Локации? Да, локации, потому что эта игра коллективная здесь, ну, здесь приветствуется, когда мастер мне говорит, вы заходите в такую-то локацию, здесь твой сосед, и полностью я описываю, ну, грубо говоря, соседа, я спрашиваю, Саш, это твой сосед, как он выглядит? Я понял. Ну, и здесь есть вот как раз-таки, по-моему, раз, два, три, четыре, четыре приключения уже. Четыре, да? В Tales from the Loop тоже четыре было, да? Или три? Да, по-моему, да, я не помню точно, честно. Ага, я понял. Значит, у нас есть Flash and Steel, да? Flash and Steel, The Ugliness Traveler Ashto Eternity. Yes. Окей. Вот, сейчас. Интересно. Да, вот, и она очень-очень тоже классная, красивая, поэтому, если кого-то, может быть, смущал Tales from the Loop, какой-то, может, своей детскостью, наивностью, вдруг, может, у кого-то такие были сомнения, то вот это прям вот highly recommended, вот, всем вот прям очень. Да, и, ну, единственное, вот, как мы прочитали вот этот конфликт качка sexuality, там цепляются, конечно, темы феминизма и всего такого, но, по-моему, господи, если вам это не нужно, вы это не используете, все. Окей. Хорошо, ладно, давай, вот такая игра, короче, короче, давай, резюме, резюмируем по поводу Thanks from the Flood. Кому ты рекомендуешь эту игру? Я рекомендую людям, которые любят мрачняк, которые любят подростковые сериалы, может быть, потому что я люблю подростковые сериалы, я грешна. Может быть, тем, кто любит поехавших роботов, если вы любите роботов, которые поехали мозгами, это тоже сюда. И какие-то... Биомеханический хоррор. Биомеханический хоррор, который связан с какой-то такой повседневной рутиной и, может быть, увяданием. Это так по-шведски, правда? Да. Это очень шведская игра. Короче говоря, Thanks from the Flood, невероятно красивая книга, как всегда. Вообще, эта серия Tells from the Loop и Thanks from the Flood, они очень красивые, благодаря работам Саймона Сталинхага и вообще Free League, которые всегда красиво это все делают. Верстка тут тоже потрясающая. Офигенная бумага, могу ее трогать всю жизнь. Все, поговорили про игру. Вопросы. Вопросы болтаем. Так, я первым делом хочу сказать, напомнить точнее, всем, кто нас смотрит, что вечерние кости нуждаются в вашей помощи. Точнее, Макс нуждается в вашей помощи. Многие из вас знают, кто нас смотрит на стримах, мы часто говорим о том, что Макс, он у нас сейчас делает, строит, билдит такой... Encounter Builder. Encounter Builder, то есть Тулзу для Dungeons & Dragons, которая поможет вам рассчитывать и строить энкаунтеры, противников для энкаунтеров. Короче, в чем нужна ваша помощь? Нам нужна ваша помощь с переводом. Короче, у нас сейчас там будет около... У нас в базе около тысячи существ, которых можно использовать в бестиаре. Около тысячи существ, которые можно будет использовать в этом... Они из Cobalt Press. У нас, да, там огромное количество. То есть Creature Codex, Cobalt Press, Tomb of Beast, Monster Manual, Dems Guild. Все кроме SRD. Да, то есть все, кроме того, что нельзя использовать по правилам SRD. Все есть в этом бестиаре, около тысячи наименований. Сейчас переведено уже более 250, и помощь нужна с переводом. Кто может помочь с переводом? Пишите Максу в Дискорд, в личке. И вы можете помочь сделать вот эту вот штуковину. Более того, не только уже готовые какие-то вещи можно будет использовать в этом Encounter Builder, но, скажем, кто-то из вас сделал какие-то хоумбрюшных монстров, или пишет сам что-то там для Dems Guild, или еще что-нибудь. Можно будет этих монстров хоумбрюшных тоже добавлять в этот Encounter Builder и использовать для себя. И я сразу же хочу рассказать, может быть, кто-то не знает, как он работает. То есть это не просто бестиарий, где вы читаете описание. Вы действительно можете подобавлять этих всех монстров, и вот у вас, например, список этих монстров, и пошагово, пока вы ведете свою пати, вы можете отнимать хп там, использовать какие-то действия, и так следить и рассчитывать, что происходит. Да, то есть там есть трекеры инициативы, хитпоинтов, состояние для монстров. В общем, все в очень удобном виде, и это будет невероятно удобная, классная тулза, русскоязычная для всех, кто играет в Dungeons & Dragons. Так что если кто-то хочет или может помочь, пишите Максу в личку, будем вам невероятно благодарны. Так, хорошо. Давайте, ребята, мы поотвечаем на ваши вопросы. А, самое главное. 21-24 мая, ребята. Город Ужгород. Фестиваль настольных ролевых игр Костикон. Костикон 2020. Мы его организовываем, как и в прошлом году, ждем всех вас в гости в город Ужгород. Целых 4 дня будем тусить с вами, общаться и, конечно же, играть в настольные ролевые игры, знакомиться, классно провести время. Кого не было в прошлом году, хочу сказать, что помимо того, что это просто фестиваль настольных ролевых игр, где можно играть в настольные ролевые игры. Это была еще и тусовка друзей с невероятно домашней ламповой атмосферой, где вы могли начать разговор с каждым любым встречным и чувствовать себя как дома, как будто вы общаетесь со старым другом. Это было невероятно лампово, красиво и классно. Так что ждем вас всех в этом году тоже. И раз уж ты упомянул, то помимо самих игр, там еще есть лекции, варшопы, покраска миник, там какие-то крафт террены, какие-то еще просто игры, ну, я имею в виду компьютерно-аркадные, что-то такое. Да, у нас там были приставочки олдскульные, Atari и всякое такое. И настолки тоже были. Да, были бортгеймы, варгеймы, были покраски миниатюб. Короче, вам будет чем заняться, приезжайте. Да, и самое главное, мы просто сможем там потусить классно. И, конечно же, попить классный кофе в Ужгороде, где же еще пить классный кофе, как не в Ужгороде. Так, хорошо, да. Вот, ладно, про Костикон рассказали, в ближайшее время будет больше анонсов, кстати. И из таких супер базовых анонсов во вторник приходите на ИНО, у нас продолжается наша великая супер-пупер-нано-компания, и у нас выходят, кстати, по ней подкасты. И я думаю, вампиры тоже скоро будут потихоньку подползать к подкастам, поэтому если вы хотите слушать нас в iTunes... Много где. Короче, в iTunes, в Google Music, по-моему, и еще где-то там, по-моему, в Яндекс мы тоже добавили. Да, мы еще, может быть, добавим в Spotify попозже, посмотрим. Да, короче, вот, все для вас. Да, вампиры, кто не смотрел, первая серия третьего сезона Блацкама вышла в прошлое воскресенье, то есть мы сыграли в прошлое воскресенье. В четверг появилась уже запись на Ютубе, так что кто не посмотрел, бегом смотреть, потому что в следующее воскресенье у нас продолжение, вторая серия. Да, девочки, 8 марта, приходите. Да, 8 марта, приходите обязательно. Кто не был на первой серии, зря, потому что мы очень классно провели время. А я 7 марта буду играть в Киберпанк? У Бласковича? Да, я у Бласковича буду 7 марта играть в Киберпанк. Хорошо. Так, кстати, вопрос, собственно, от Бласкова. Есть ли смысл приезжать, к примеру, с 16 или 18 числа? Можно будет вам помочь и поболтать? Мы будем рады, конечно же, любой помощи. У нас откроется чатик для волонтеров, ну, не знаю, ближе к самому фестивалю, где будет координация, происходить общение, объяснение ролей и задач. Единственное, что важно понимать, ребята, кто, все, кто хотят помочь с волонтерством. В прошлый раз все, кто волонтерили, все, кто были, вы прекрасно знаете, что это было непросто, и это работа, и это тяжело, потому что там очень много всего нужно делать, это все мы делаем своими силами, поэтому носить, таскать, бегать туда-сюда, это сложно, это занимает время. Если вы хотите, если вы готовы помочь, мы будем рады любой вашей помощи, это невероятно клево, так что ждите новостей, ждите анонсов. Тут от Абаку Скотт. На чем еще можно поиграть в странные дела, кроме этого? Можно еще в Kids on Bikes? Да. Kids on Bikes. Kids on Bikes. Или Ant. On. Или On. Да. Да. Kids on Bikes. Тоже визуально неплохо оформлено, я пока что не читала, не лапала, но можете глянуть. Так. Так, 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 о. Абаку Скотт. Когда можно надеяться на кавалерию? Смотри, сейчас, ну, увы, мне пришлось пока что отложить кавалерию, у меня физически не хватает времени для того, чтобы закончить все, как я хотел. Она сейчас находится на состоянии вот этого последнего рывка, к которому я все никак не доберусь, но на Костиконе я более чем уверен, что я буду водить приключения. Я пока что не знаю, будет ли это мое классическое приключение по кавалерии с каменным садом, кто играл, тот знает. Или я придумаю что-то новое? Посмотрим. Так. Можно будет искать монстров по тегам типа летающие болота ночные? Пока что я не уверена, но мы будем работать. Я думаю, что да, я думаю, что это будет. Это, по-моему, здравая идея. Да. Так. Еще один вопрос. Когда на ютубе появится, наконец, видео интро вампиров, отдельное видео спрашивает Этл Бранд? Завтра. Обязательно выложим. Конечно же, завтра все, кто желает, смогут насладиться работой Даши и Богдана и крутить это видео на репите. Так. Так. Что еще? Что по стартеру? Ну, работаем. Да. А будет от вас игра по мыльной опере или мадершип? По мыльной опере? Блин, я, честно говоря, по мыльной опере я бы сыграл. Сашка. Я бы сыграл по мыльной. Алихондро. Что ведь бывает? Я бы сыграл, я бы сыграл по мыльной опере. Я думаю, это было бы невероятно смешно. Это что-то, это было бы что-то на уровне пончиков и этого самого. И что там еще у нас такое дикое было? Фиаско. Фиаско, да. Да. А прикинь, фиаско сыграть в стиле мыльной оперы. Вот это была бы жесть. Я думаю, если мы будем играть в мыльную оперу, это будет в стиле фиаско, скорее всего. О, да, да, да. Когда пончиковая полиция, Даша? Рейнбоу Боу спрашивает Когда пончиковая полиция, я думаю, где-то в апреле Март? Апрель Угадайте, когда? Я себе ногу отсидел, так сейчас колят, это просто капец Господи, как больно Тут мне написали, Даша, а как же мы будем из будущего вот это все? Ребята, будущее, алло, здравствуйте Вот у Саши аж нога занемела, все потому что вы в будущем забыли Просто пистон Забыли поставить колокольчик, нажать подписаться Поставить лайк этому видео, потому что вон сколько новостей Всего тут вообще произошло И, конечно же, написать комментарий Можете писать комментарий, просто какой-то бессмыслый Если хотите, можете даже написать Какой вы хотите перевод Things from the flood Ждем от вас, комментариев-то на ютубчике Так, Watch Dreams требует Дикого ангела Я тебе больше скажу Ты знаешь, что Дикого ангела снимали в Аргентине, в Буэнос-Айресе С 1998 по 1999 год Я думаю, это много о чем говорит, так что Дальше не буду распространяться Так, хорошо Я сейчас буду орать, как я орать Не надо, не надо не орать Так, Drone City 17 На камеру ведущего собрали, подскажите Да, собрали на камеру ведущего Это, к сожалению, нельзя сделать Вот просто так, взять, чтобы она появилась Ее нужно заказать Кроме того, нужно коммутацию всю подготовить Там шнуры и переходники Даже штатив для такой камеры, он, зараза, тяжелый и дорогой То есть, это нельзя взять просто камеру и поставить на обычный штатив Так что, все будет Мы в процессе находимся сейчас Просто нужно время для того, чтобы все это скоммутировать и поставить Но уже все есть, так что Будет Так Будет ли еще My Little Pony? Скорее всего, я не уверена, что психика ребята выдержит Да Так Так А есть обзор студии со спеками? Нет, нету И мы, кстати, скорее всего, будем переезжать скоро Это маленький анонс такой Ладно Ну, может, когда будем переезжать, мы все соберем И снимем Как показывает практика, мы тогда сходим с ума И матюкаемся, и орем друг на друга По-моему, это всегда Это всегда, да Так что нет, скорее всего Ну, когда-нибудь мы это сделаем Но поп-по-по-по-пожжей Попожжей Так Да, кстати, огромное спасибо всем ребятам, кто помогает с донатом Спасибо всем, кто помог нам за такие короткие сроки Собрать деньги на камеру ведущего Да, потому что, вон, Саша с Виталиком страдали И они замирали просто Да, да Так Уже выпустили локализацию Морк Борг? Нет, локализацию Морк Борг не выпустили Я знаю, что есть джентльмен под никнеймом Феномен у нас на Дискорде Который занимается переводом Насколько я понимаю, неофициальным Но с разрешения автора То есть, я не знаю, насколько это коммерческий, некоммерческий продукт В общем, можете его сейчас тыкать пальчиками и спрашивать Так У вас все-таки появилась возможность стримерской виллы? Нет, скорее наоборот У нас отпала возможность текущей виллы Посмотрим Так Так, вопрос жена Паскаля Это вообще законно? Ну, да, наверное, законный брак Че нет? Так, хорошо Это не Витя на стримхата, нет Витя, ты пустишь нас к себе, чтобы в студию сделать? Даша, вы пустите нас к себе? Я думаю, вы там не поместитесь Ну, ну, я-то пущу К Максу? К Максу, да У него там кинг-сайз ванная Кинг-сайз ванная и отравление отчетным газом В бонус Хорошо Ой, ладно Да Так, в честь Райны Боу-Боу должен быть легендарный предмет в стартере Эноа Ну, может быть Посмотрим Это все к Виталику Кстати, я сегодня видел концепты худулинов, над которыми уже работает художничек А ты мне не покажешь? А вот после стрима покажу Все круто, все очень красиво, все будет, ребята, в ближайшее время Работаем с... Короче Да Давайте, есть еще какие-то вопросы? Вопросов уже, наверное, нет Может, мы что-то там попропускаем? Ну, можешь почитать вопрос, если что Просто все, кто спрашивает, а когда то? А когда это? А когда это? А когда то? Когда будет мы анонсирование? Да, дело в том, что, ну, ребят, все мы люди, у нас у всех есть работа мирская, то есть в обычной жизни Которая занимает все те же там с 9 до 6, да, условно А иногда до 10, иногда с 7 до 10, а иногда 0,24 А еще потом сверху этого всякие анонсы, подготовки, лояльпы Да, я про это говорю, да То есть у всех куча как бы времени уходит на обычные какие-то повседневные же дела, на рутину, на семью, на какие-то бытовые вещи И в конце концов, то, что мы делаем на канале, мы делаем себе в удовольствие и своими силами Нас не так много, чтобы успевать делать все Поэтому все по чуть-чуть, все по чуть-чуть Все делаем, но по чуть-чуть, так что лучше делать качественно, не спеша, чем делать абы как и быстро Как мы делаем обычно с анонсами, с кучей опечаток Это как, я, по-моему, недавно смотрела «Недели мрака» и там какая-то ошибка была там вместо «ы» где-то «и» стояла Я такая Недели мрак Неделы Не-не-не, там внутри, в самом написании А, да, ну, бывает, хорошо Тематические игры А, хорошо, игры Да, кстати, у нас будет переход на летнее время А это значит, у нас время сравняется с московским Да? По-моему, да Я не знаю, я... более сложные, конфьюзящие вещи в моей взрослой жизни, чем переходы по времени, по-моему, нет Короче, те, кто смотрит нас по киевскому времени, будете смотреть нас по тому же времени Очень странно, Даша Короче, мы напишем, как это работает А у меня каждый раз, когда случаются переходы по времени, мне говорят, так мы на час вперед или на час назад, у меня случается когнитивный диссонанс, слюняет, да-да Все Какой сегодня год? Какой сегодня год? Какой... где число, а? Так, ладно, все, короче, на этом будем, на этом будем заканчивать Всех любим, прощаемся с вами, пока Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok